Верещагин Величайший художник, художник-паталист, который показал всему миру безжалостное лицо войны, непосредственно сам лично испытал все тяготы и лишения войны. В наше время, наверное, многим политикам и западным, да может быть и нашим, порекомендовать бы держать в кабинете на рабочем столе репродукции картины «Пофеоз войны», «Смертельно раненый», чтобы прежде чем сделать какой-то шаг, еще раз задуматься и посмотреть. Действительно очень эмоциональные картины, мимо которых не пройти мимо и которые просто не забыть. Но я уже не говорю о том, что его брату Николаю Васильевичу в этом году исполняется 175 лет, а это не меньшие заслуги перед страной, это и бренд Вологодской области, и бренд всей России, да попросту говоря, и вообще развитие всей молочной промышленности в нашей стране, это Николай Васильевич Верещагин. Низкий поклон этой семье, ну а нам всем не забывать гордиться. В стольких местах война идет, в стольких местах гибнут люди, это и солдаты, это и добровольцы, это простые граждане, женщины, мужчины. Благодаря телевидению мы можем видеть какие-то картины, похожие на те, что были у деда. Он все сам пережил, сам все едва не умер, он же был очень тяжело ранен. И думаешь, Господи, Господи, когда же люди начнут понимать ту истину, которую Василий Васильевич хотел донести до всех. Не надо воевать и убивать друг друга, если спорите, ну поговорите, поспорьте. Другими методами надо решать все спорные вопросы. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует...